Ой, всем огромный привет! Пятница, я как всегда с полными сумками, но это не специально. Если честно, никуда не хотела идти, ничего не хотела делать в эту пятницу. Ну, как бы никаких пятничных столов, никаких пятничных ужинов. Вот, потому что думала, выпью кефирчик, съем яблоко и лягу спать. Да, конечно же, пятничные ужины нескольких месяцев не прошли даром, вы правы. И готовая еда, и лимонадик, он дает о себе знать. Вот, поправилась, обязательно скоро взвешусь и покажу вам, сколько я вешу. Поправилась, да, и довольно сильненько поправилась. Появилась даже какая-то отечность. Вот, ну ладно, как бы ничего не хотела, но мой мужчина меня уговорил. Говорит, ну все же пятница. Знаете, мужчине всегда хочется после рабочей недели как-то отдохнуть. Завтра у нас будут гости. Все же мы сходили, что-то прикупили. Это и для гостей, и для... И сегодня купила что-то на стол. В пятницу вечером не хочется готовить, хочется, как я всегда говорю, чувствовать себя женщиной. Но многое покупать не стала. Вот, потому что раз завтра гости. Гости, как всегда, это тоже хочется и поесть, и хорошо провести время. Тем более, гости приехали с морей, вот, там поболтать, да, что-то расскажут. Вот, как бы я не могу позволить себе съездить на моря, но послушать всегда в удовольствие. Погода сегодня дождливая, пришлось брать с собой зонтики и вообще целую неделю таскать с собой зонтики. На этой неделе я даже очень сильно намокла, прям вся полностью. Так что вот такие дела. Ну, неделя прошла так, в общем себе, так-сяк. Особо к вам не выходила, но очень по вам соскучилась. Давайте сейчас буду рассказывать о своих покупках. Вот, сейчас на стол я купила не очень много, на пятничный стол. Сделаю, порежу огурцы, помидоры и купила из всей готовой еды, купила курицу по-азиатски. Потому что что-то давно ее не было. Вот, и я купила. Думаю, сейчас быстренько перекусим, но все же курица, я не думаю, что это так вредно. И порежу огурцы, помидоры. Была в Евроспаре, как обычно. Вся моя закупка вышла на 2000 рублей. Но Евроспар дорогой магазин. Но сразу вам скажу, это вот не на один раз. Что-то купила для гостей, гостям попробовать из Евроспара, потому что рядом с ними нету такого магазина. Что-то сейчас вот на стол. Ничего сейчас такого экстравагантного не будет. Чисто порежу помидоры и огурцы и подогрею вот эту курицу. Купила помидоры. Помидоры в Евроспаре дорогие. Это мохитосы вот эти. Взяла две штучки. Они мне и то вышли на 100 рублей. В общем, тут полкило. Помидоры по 200 рублей. Я сейчас их помою. У меня тут правда ногу ломали. Сегодня было некогда. Поэтому вообще, если честно, было некогда. И, конечно же, в пятницу хочется отдохнуть. И, конечно же, мужчине не хочется ждать, когда ты приготовишь эту еду. Особенно, если тебе тоже в течение дня нету времени это готовить. Ну, хорошие томаты. Хорошие. Вот. И завтра у нас гости. Наболтаемся. Кое-чем угощу. Потом мы вечером планировали куда-то сходить вместе с гостями. Так что, знаете, я не тот человек, который, когда приходят гости, говорю фу-фу-фу. Я этого не ем. Я не пью. Там это самое. Я веселюсь и радуюсь на полную катушку. Вот. Поэтому я и пью, и ем. Ну, а потом, конечно, опять разгрузочные дни. Так. Что я купила в Евроспале? Булочку. Это я булочку купила на сейчас себе. На ужин. Да. Грешна-грешна. Говорила вам, что не буду есть хлеб. Но в пятницу. Ну, вот просто захотелось. Вот по-человечески. Просто по-человечески. Вот. Захотелось такую булочку именно с огурцом, с помидором. В прикуску. Она не сладкая. Это просто такая слоечка с сыром. В общем, по-человечески захотелось. Дальше по акции 79 рублей. У меня, правда, этих макаронов уже и гнезда, и трубы. В общем, каких только нет. По акции 79 рублей. Были вот такие огромные ракушки. Хочу их приготовить или в каком-то грибном соусе. Или, может быть, нафаршировать и приготовить в грибном соусе. Люмакони. Рожок для начинки из твердых сортов пшеницы. Здесь достаточно много. Мы едим не очень много. Мы едим мало. Мне их даже хватит, наверное, и на два раза. Ну, в общем, приготовлю эти люмакони. Почему бы нет? Дальше на завтра на стол гостям взяла хлеб, чтобы они попробовали. Вот такой хороший хлеб, мягкий. Я сейчас, конечно, его уберу в пакет. Взяла кукурузный и сергеевский. Очень они просили. Говорят, Марин, возьми, потому что будем есть с селедкой. Они с юга привезли какую-то рыбу очень вкусную. Привезут нам рыбу. Поэтому вот хлеба взяла. Они говорят, ну, гости же не повезут тебе хлеба. Я говорю, у нас тут его распаре продается. Я же им хвалила. Думаю, обалденный вот этот сергеевский хлеб. Сейчас, кстати, его надо в пакетик положить. Он не плеснет, не черствит. Несколько дней прям такой же вкусный, свежий, как вот ты его купила. И взяла вот этот кукурузный. Поэтому сейчас все уберу в пакетик. Будем лакомиться завтра рыбкой астраханской. Поэтому вот так. Взяла яйца. 199 рублей. Мы яйца за эту неделю подъели. Я на завтрак стараюсь съедать одно яйцо. Купила яйца. Потому что у меня там осталась одна пачка. 199 рублей. Ну, это недорого. Ну что, у нас сейчас такие цены. Заходишь в магазин, вот, иной раз. И видишь, люди просто гуляют, как по музею. Так, дальше. Это я взяла котлеты. Взяла шницель по-министерски. И котлеты. Это буду готовить в воскресенье. В общем, ну, все равно надо что-то готовить. Я обычно готовлю котлетки. По одной котлетке. И салат. Огурцы, помидоры. В общем, взяла. Попробуйте. Вкусные. Вот эти котлеты я, кстати, еще не пробовала. Не стала в этот раз беточки брать. Думаю, надо что-то новенькое взять, попробовать. Взяла котлеты куриные с сыром. Но давно на них смотрела. И взяла шницель по-министерски. Тоже очень вкусные. Это прям цельный кусок курочки в панировке. Так что, думаю, будет очень-очень вкусно. Так, что дальше? Давайте я из стеклянной банки. Это завтра я взяла на стол. Как раз вот с этим вкусным хлебушком. Потому что гости привезут еще много рыбы, как нам обещали. Но я тоже взяла от себя. Потому что не люблю, когда пустой стол. Наварю молодой картошки. У меня есть молодая картошка. Я купила огурцы. Нам сказали, привезут обалденные какие-то тоже красные помидоры. В общем, ну а что еще надо простому люду? Взяла селедочки. Вот такой. Просто, ну знаете, от себя. Не встретишь гостей, когда у тебя друзей, да, гостей, когда у тебя пустой стол. Все равно что-то должно на столе стоять. И, в общем, взяла вот такую селедку. 200 рублей она стоит. Матиас XXL. Хвалят, что хорошая селедочка. Это вроде селедочка изготовить. Да, белорусская. В общем, это на завтра гостям. И так, как я обещала тоже друзьям, расхвалила прям вот эту креветку. В общем, девочки, кто любит вот такие вот намазки, вот такие намазки, попробуйте вот такую икра номер один Санта-Бремор с креветкой. Это очень вкусно. В общем, я расхвалила, и все захотели попробовать. Поэтому взяла. Мне не жалко. В общем, это стоит 132 рубля. Вот эта селедочка стоит 197 рублей. Почти 200 рублей. Так что на стол положу в хорошие такие креманочки, чтобы тоже не упасть, как говорится, в грязь лицом. Так, дальше. Купила огурчики. Огурчики купила. Нам хватит. Ой, вот эти пакеты-то. Огурчики купила. Нам хватит. И сейчас у меня там есть, кстати, огурчики. Завтра на столик чуть-чуть нарежу так крупненько. И хочу... У меня есть очень хороший рецепт очень вкусных огурцов. Очень вкусных. Поэтому подписывайтесь на кулинарный канал. Обязательно на неделю. Вот я специально взяла здесь полтора килограмма. Но я буду делать на уменьшенную порцию. Вот. Потому что мне не надо столько много. Остальные свеженькие съедим. В общем, буду делать на уменьшенную порцию. Поэтому подписывайтесь на кулинарный канал. Там будет вкуснятина. И взяла сейчас вот это то, что я вам говорила. Курочка по-азиатски. Сейчас разогрею. Огурцы, помидоры порежу. Вот эту курочку по-азиатски. Прям на... Нет. Я на общем блюде ее разогрею. Кому сколько надо, тот и возьмет. У меня там соус есть. В общем, такой сегодня скромный, прям скромный, прискромный, прискромный стол будет. Вот эта курочка по-азиатски. Ничего больше не стала брать из готовой еды. Потому что мы завтра запланировали дома вот так чуть-чуть посидеть, перекусить. Чисто там, ну, без какого-то накрытия стола. И куда-то уже вечером пойти где-то погулять. Может быть, где-то посидеть. Вот. Так что вот такие планы. Не, конечно же, не в ресторанах. Вот, не в каких-то ресторанах. Потому что мы не можем себе позволить какие-то дорогие рестораны. А друзья тоже приехали из отпуска. Они тоже не какие-то там богатеи. Вот. И просто где-то посидеть. Может быть, взять лимонад и хорошо провести время. Все. Я мою овощи. Покажу вам эту овощную тарелку. Сейчас разложу красивое мясо. Но все же пятница вечер есть пятница вечер. Не планировали. Вот, честно, ничего не планировала. Но мужчина настоял, как говорится. Говорит, ну как так, ну как так. Ничего не будет в пятницу вечером. Вот. Все. Я уже нашла себе хорошие фильмы посмотреть на вечер. Но я думаю, что-то сегодня так устали. Еще такая неделя погода вся. Утром выхожу на балкон. Там 80% влажности. Конечно, это просто ужасно. И вот сама погода такая вот, ну не располагает. На работе все тоже ходят такие сонные. Вот. Сама погода не располагает. Вот. Да? Вах. Как говорится. Ну, когда не планируешь, так и получается. Но мы сами не захотели сегодня какой-то там огромный такой стол устраивать. Вот. Потому что все же завтра еще придется, как говорится, развлекать друзей. И поэтому вот такие дела. Все. Мою овощи. У меня, оказывается, есть еще свои ножки, которые я готовила. Вот такие вкусные. Ой. Маринад обалденный. Переходите на кулинарный канал. Готовьте в этом маринаде. Сейчас их тоже разогрею. Захотим эти ножки. Захотим кусочки курицы. Так. Тарелки я приготовила. И вот сюда выложу курочку по-азиатски. Я думаю, курица с овощами. Ничего вредного. Ничего вредного здесь нет. Так. И я ее сейчас выложу. Подогрею. Конечно же, мы все это не съедим. Я сразу говорю, что у нас остается. Ммм. Ммм. Ой. Вся поиспачкалась. Так. Вот такая курица по-азиатски. Сейчас я ее подогрею. И вот эти ножки. Тоже подогрею. В общем, кто захочет, то. Кто захочет, все. Забыла я совсем. Я бы, конечно, не стала покупать. Ой, забыла, что у меня есть эти ножки. Я бы, конечно, не стала покупать. Но мужчина любит курицу по-азиатски. Ничего не сделаешь. Так. Уговорил. Уговорил он меня сегодня на пятничный ужин. Нарезаю огурчики. Я сейчас салаты не делаю. Потому что огурцы вкусные. Помидоры вкусные. Какой-то дополнительной заправки не требуют. Особенно какого-то масла. Я просто все крупненько нарезаю. Сейчас подсолю. Как бы оно и так хорошо. И на тарелку. Вчера тоже у меня был такой ужин. Был просто салат. Все. Просто нарезала крупные огурцы, помидоры. И больше ничего не ели. Я салю гималайской солью розовой. Вот так вот разложу сейчас. А помидорки еще черный молотый перчик на помидорки добавляю. Тоже очень вкусно. У меня сегодня огурцов больше, чем помидорок. Поэтому я сейчас хочу все вот эти мохитосы. Я хотела вначале взять. Там есть помидоры мохитос желтые. Такие они крупные. Они, наверное, в два раза крупнее, чем красные. Вот я думаю, возьму вот эти мохитосы желтые. А потом увидела красные. Я вначале красные не увидела. И думаю, нет. Все же у красных у них более какой-то естественный помидорный вкус. Но хотя желтые вот я тоже люблю. Желтые я тоже люблю помидоры. Надо как-нибудь будет все же взять. Я и сливки эти желтые люблю. Вот которые всю зиму продаются. Ой. Какие вот эти мохитосы. Это, наверное, сорт такой. Ну, еще где-то в других местах они называются ростовские. Цены, конечно, хочу вам сказать на помидоры, на огурцы. Огурцы 120 рублей. 120 рублей. Причем на рынке тоже. Я же на той неделе брала на рынок. У меня еще вот эти огурцы с рынка. Самые дешевые нашла. 100 рублей. Эти я сегодня огурцы купила по 120 рублей. Помидоры 200 рублей. Цены. Цены вообще. Так, не буду много солить. И все. И помидорки так выкладываю. Тоже в таком хаотичном, как говорится, порядке. Такой бардак. Бардак на тарелке. Вот и все. Такой у меня сегодня стол. Ничего особого. Порезала огурцы и помидоры. Сейчас нагрею курицу. Ножки вот эти тоже подогрею. Может захочет. И вот эту курочку по-азиатски. Очень вкусную. И вот у меня такой тарелки огурцов, помидоров. Все, мои хорошие. Пока-пока. Всем хорошей пятницы. Хороших выходных. Я побегу быстро, потому что уже очень хотим есть. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok